Как сказал герой одной киноленты, мы накануне грандиозного шухера. У атамана больше нама золотого запасу, и все разбегаются в разные стороны. Ботоксный стратег-многоходовщик проиграл. Но в связи с тем, что ходок из него так себе, а стратег еще хуже, повелитель скрепных болот продолжает грести в направлении пропасти. Она уже маячит на горизонте, все приближается и отчетливо видна для специалистов. Но толпа придворных делает вид, что не замечает голова с царя. Классика литературы. Сейчас уходят последние месяцы относительного спокойствия и последние недели мира в том виде, в котором он пребывал последние три десятилетия. События назревают. Следующий год будет сложным. В 2025-м очень многое изменится. Закончатся деньги, а железо будет из разряда музейных экспонатов. Признаки приближающегося северного пушного зверька становится все сложнее маскировать песенкой «Вся хорошо, прекрасная маркиза». Говорят, что унылая лошадь подает уже пятое прошение отпустить его на вольный выпас к дочке в американские прерии. Но эти прошения просто не принимают, хотя на трех первых амператор наложил резолюцию «Спокойно сядем усе». Это про чемодан в том числе. По сути, чтобы продолжать войну, кремлевским дядям придется выбирать из двух вариантов. Можно основательно общипать население, возложив болт на социалку, пенсии, дороги, ЖКХ, больницы и образование, поднять налоги. Народ потонет в дерьме и соплях. Может, утрется, там не привыкать. А может, и найдется очередной пригожин. Риск есть. Однако это одноразовая акция. Каким бы ни был терпеливый народ, второй раз пощипать не получится. Спрячут все по подвалам. В случае продразверстки, только какими силами ее проводить, вспыхнет рудский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Даже если придушить, надолго этого ресурса не хватит. Основные средства внутри России сосредоточены как раз совсем не у народа. Вот тут становится интересней. Все, что оставалось от Советского Союза, в том числе горы танков и гаубиц, кремлевские чекисты сожгли с жуковским размахом и широтой загадочной рудской души. Весь запас ракет, которым так пугали европейские столицы, расстрелял пригожинский корифан Суровикин, когда безуспешно боролся с трансформаторами зимой 22-23-го. Чекисты сослали генерала в Африку, припомнив, кстати, мутные связи с Пригожиным. Но ракеты это не вернуло. Хотели пугануть Вашингтон ядерным оружием, но Сармат отрицательно взлетел, спутав Путину весь шантаж с ядерными красно-коричневыми черточками. В итоге блеф с ядерной доктриной выглядит убого не только для Запада, но даже в глазах кремлевских пацанчиков. У братвы закономерно подвис вопрос «И что дальше? За базар надо отвечать или будешь балаболом?». Но император сосредоточенно молчит. Его убогий мегамозг достойных вариантов не выдает, а свернуть начатое он не может. Чем дольше тянет с ответом, тем скорее у братвы появится извечный ирутский вопрос «Кто виноват и что делать?». Этот вопрос в Наросеи традиционный предвестник серьезных политических потрясений. Тетя Набиулина намекает, что на вопрос «Что делать?» ответ «Надо давать весной 2025-го». Дальше никто ничего спрашивать уже не будет. Остается вариант тряхнуть братву на бабло. Скинуться всем императору на войну. Поголовно надеть френчи, выдать зисы, интернет вырубить, слушать только сводки Левитана, а народ загнать в шарашки и трудовые лагеря. Раздать винтовки Мосина и шахеды. Будем делать только водку, яропланы и кабы. Жить в кремлевских кабинетах, а бухать на госсдачах в глухих лесах Подмосковья. Но строго по команде. Кто первый в команду мечты? Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Такой вариант может работать довольно долго, как показывает опыт товарища Кима. Фокус в том, что он вряд ли сработает в этой России. Военно-революционный дауншифтинг. Одно дело отбирать бабло в результате революции и экспроприации. Грабь награбленная. Можно и во френчи походить. Это часть программы. Революционный антураж. Ходят власть имущие в тактике. Это тоже часть процесса. Ради сохранения статуса, бабла и власти можно и в тактике на Бентли поездить. Прикольно. Можно потом долго, как Ким, кормить сказками о светлом будущем, сидя верхом на потоках, ресурсах и никем не контролируемой власти. Но совсем другое дело начинать обратный процесс. Иди объясняй теперь этим чекистам в потертых кожанках с дымящимися маузерами, что все отобранное в революционном порыве надо отдать. И если бы отдать на благое дело, типа подкупа африканского вождя на социализм, чтобы потоки умножились, или развалы Германии, чтобы ее потом ограбить. А тут надо отдавать выжившему из ума старикашке-амператору на какую-то совершенно бесперспективную проигрушную дурь. Играть в стратегии он не умеет, что с осени 22-го поняли все. И все бабло спустит в краденый унитаз. Разводить братву на бабло задача далеко не тривиальная и часто смертельно опасная. Тем более братву, с которой начинал грабить страну в 90-х, и которая знает тебе истинную цену. Когда молот и напорист, куда ни шло, но когда уже сыпется песок, в перемешку с ботоксом, отнимается рука, осознание спутано историей мифического Рюрика, работавшего водителем троллейбуса в древнем Новгороде, с отбором бабла на сомнительные мероприятия однозначно будет пролет. Пролетает Путин еще и потому, что в результатах своих геополитических упражнений спустил все заграничное состояние своих кремлевских подельников. С такой историей успеха раскулачивать Сечина с Чемизовым будет нелегко, а раскулачивать надо было уже вчера. Поезд военной экономики стремительно уходит под откос, и, как утверждает само Пуйло, времени на раскачку нет, нужен рывок и прорыв. Но если обезумевший вождь предпримет попытку тряхнуть братву или хотя бы заговорит об этом, его будет ждать тяжелая продолжительная болезнь с летальным исходом. Сами чекисты его и утопят в содержимом секретных чемоданов. Так что будет, видимо, сцена «Грабь народ рассеюшки», которая достигнет кульминации летом 2025 года и закончится огромной поножовщиной в Москве с табакярками, мигрантами, кадыровцами, революционными матросами и прочим антуражем декабристов и свежеиспеченных навальных. А там и ряд других событий подтянется. Арабы уронят цену на нефть с декабря 2024 года, и без того проблемные нефтегазовые доходы превратятся из реки в высыхающий ручеек. «Газпром» и прочие финансовые пилорамы типа Ростех, Веб и т.д. будут спасать копеечками из бюджета, но пациент уже в палеотивной стадии, скорее мертв, чем жив. Режим агрофюрера в Белораше рухнет от своей архаичности в попытку продлить агонию Лукашенко на очередных президентских выборах летом 2025 года. Разрушительные процессы начнутся гораздо раньше, возможно, весной. Вряд ли Россия начнет спасать своего союзника. Борзо стартовав в начале широкомасштабной агрессии, режим в Минске заметно сник. Упорный отказ дальше воевать вызывает раздражение в Кремле, которое проявляется в троллинге с засылкой шахедов в гости на картофельные плантации. Москве плевать на агрофюрера. Ей нужен другой персонаж, без претензий и более сговорчивый. Лукашенко мечется, как ошпаренный, и несет ахинею от испуга, что песец подкрался уже, а не когда-нибудь потом. То просит Китай выступить спонсором дальнейшего царствования, то хочет помириться с Польшей, Украиной, или грозит миру третьей мировой. Летом он повторит Януковаща, сбежав в Нижний Новгород, и, скорее всего, будет позабыт. Беларусь летом 2025-го будет уже не такой, какой мы ее знали последние 30 лет. Это время пришло. После тяжелых выборов в Грузии в октябре 2024-го там будут опять хороводы с полицейскими избиениями толпы и попытками свергнуть российского лизоблюда с пьедестала. Прогнозировать что-либо сложно, но спокойно пророссийским коллаборантам в Тбилиси точно не будет. Может, к лету 2025-го и Грузия станет не такой. Хотя бы попробуют, потому что следующий шанс грузинскому народу выпадет неизвестно когда. Ножи в спину Путину начнут втыкать все чаще, а по мере истощения золотого запаса прямо с января 2025-го года. Как со стороны товарища Си, так и от иранских Мул, Эрдогана и даже Урбана. Возможно, даже от армянского Пашиняна. От Москвы будут требовать платить по счетам, причем втридорого, делиться ресурсами за бесплатно и отдаться по-хорошему. От нефти, бокситов и самолетов до комплексов ПВО. Умирающего геостратега будут грабить все, не стесняясь. За шахет требовать золото по весу. Кило в кило. Не хочешь, не бери, никто не заставляет. Спусковым триггером процессов станут американские выборы в ноябре. Независимо от того, кто начнет руководить мощнейшим государством планеты, всей этой цепочки не остановить. Время спрессобывается и спираль скоро разожмется. Украина должна быть готова. Такой шанс в истории выпадает нечасто. Такого уровня внешней поддержки никогда не было у украинской нации за всю историю существования. Не верьте никому, что ни на что не влияем. Мы утверждаем свою идентичность на планете страшной ценой. Наша задача не утонуть в водовороте с дыхающей империей балалайк и пустоты. Руку помощи нам протянули и держат за шиворот. Быкование в сторону спасателей пока списывают на детскую болезнь левизны в коммунизме и стресс от войны. В нас инвестируют как в нацию потенциально способную вернуть вложенные ресурсы и усилия. Из Москвы будут затягивать в омут русского мира. С перекошенными рожами увешанные калашами орка-зомби продолжат тянуть свои грабли, чтобы на наших костях выползти из своего глубинного дерьмища. Пыльнуйте, братья, развязка близка. Все будет Украина. Украина.